С 15 апреля по 1 июня россияне, к сожалению, не смогут посетить Турцию в том же количестве, в каком обычно заполняются отели Черноморского и Средиземноморского побережья этой Солнечной Республики. Говорят, что ограничения могут продлить и на лето. Это, конечно, все очень огорчает, но все-таки хочется узнать, почему же обычные прохожие не полетят в Турцию. Возможно, есть и другие причины, о которых мы с вами и узнаем в нашем новом соцвопросе. Скажите, пожалуйста, почему вы не полетите в Турцию? Я патриот, во-первых. Берег турецкий мне не нужен. Потому что у меня денег нет. Не собирался, не собираюсь и не буду собираться, так как я там был и мне не очень понравилось. Я вообще в Турции не был, и это связано, наверное, с моим происхождением больше. Я армянин, и не особо люблю Турцию. А куда поедете? Я бы поехал в Сочи. В Сочи вообще шикарно. Да я не знаю, почему не полечу. Так не пускают же. Так-то у нас куплены билеты на 24 число. Мы, скорее всего, не полетим из-за вот этих вот проблем с коронавирусом. Наверное, из-за этого. Потому что я не хочу лететь в Турцию. Я отдыхаю в нашей стране, я очень люблю горы, отдыхаю, каждый год езжу на Кавказ. В частности, в Донбай, в Тиберду. Очень красивые места, всем советую. А в этом году я еду в Крым. Я не собиралась туда лететь, мы собираемся в Крым. Потому что я в декрете с детьми, не поеду туда точно. И вообще никуда не поедете? К маме в Крым. Если бы была возможность, я бы полетела в Турцию хоть сейчас. А почему именно в Турцию? Я просто хочу отдыхать. И не важно где, или обязательно в Турцию? Не важно где. Но в Турции я бы хотела. А в Крыму? Я бы хотела пообщаться с турками, поэтому я бы полетела в Турцию. Предпочла больше, чем Крым. По результатам нашего соцвопроса мы выяснили, что большинство прохожих являются патриотами, а Крым все-таки наш. Хорошо это или плохо, решайте сами. Ну а я пошла готовиться к новому выпуску соцвопроса. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok